Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников Паула Веронезе Браканни Галилейской. Около 1563 года, холст масла, 666 на 990. Паула Веронеза один из виднейших живописцев венецианских школах. На полотне «Брак» в Канне Галилейской изображен Христос на брачном перу в галилейском поселении Канна в момент совершения своего первого чуда, когда закончилось вино. Он по просьбе матери превратил в него воду. Среди гостей было и несколько учеников. Картину на этот сюжет заказала Веронеза община Бенедиктинского монастыря Сан-Джорджа Маджори в 1562 году. Мастер трудился на дни больше года. Трапезные монастыря, для которых полотно создавалось, оно провисело до завоевания Италии Наполеоном, чтобы было удобно транспортировать холст. Французы разрезали его пополам, после чего шили уже в Париже. Свободно интерпретирующий библейский сюжет Веронезы превратил его в праздник венецианской свадьбы. Новозаветное событие представлено в роскошных архитектурных декорациях. Их, конечно, не могло быть в галилейской деревушке на заре христианской эры. Они напоминают постройки Палладио, архитектора позднего Ренессанса. Некоторые фигуры облачены в исторические одежды, тогда как костюмы других поражают роскошью и великолепением совсем иной эпохи. Библейские герои окружены современниками художников по легенде. Музыкант в белой одежде на переднем плане картины – это сам мастер. Вот такое описание нашел в картине «Брак» Канни Галилейской Паула Веронезы. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.